Друзья мои, всем добрый день. Сегодня 27 декабря. 14 декабря я делала заказ в интернет-магазине семенафорум.ру. Этот магазин находится в городе Каменск-Уральский. Хозяюшка Светлана. Это Урал. Сами понимаете, да. И вчера, 26 числа, я получила этот заказ. Это будет интересно тем, кто спрашивал, сколько ждать посылку с этого интернет-магазина. Я уже там рассказывала, что я заказывала. И сейчас мы быстренько посмотрим конвертики красочные. Я думаю, что кому интересно, оставайтесь со мной. Друзья мои, заказала я много цветочков. В этом году у меня произошла такая оказия. Опять же, по незнанию. То есть, что у меня остались? Цветочки, вот такие, вот знаете, которые находятся в капсулках с прошлого года. Я их неправильно хранила. То есть, значит, их нужно хранить в закрытом виде и на нижней полке холодильника. Все у меня лежало дома. И я думаю, что я просто, короче, пересохли у меня семена. Вообще всхожесть. Если в прошлом году я в ноябре там получила где-то в октябре посылку, то есть сажала эостому и потом питонии. Все было хорошо. В этом году, друзья мои, вообще нулевая всхожесть. Нулевая. А те цветочки, что пробились, вы знаете, эта капсула внизу, они ее просто вот корешок не может пробить. И погибают цветочки. Поэтому я заказала цветы еще. В общем, загубила, загубила. И то, что мне летом пришли семена, я брала тоже цветов. Также они у меня хранились неправильно. И все получилось вот так вот. Ну, как говорится, опыт, опыт. Вот они у меня. Я сею, сею, сею каждый день. Я опять сеяла, я опять сеяла. В общем, друзья мои, вообще всхожесть просто у меня нулевая. Ну, теперь почему-то крана сею. Там ампельная. Хочу потом начеренковать. Ну, вот заказала свеженькие семена. Опять же, и на этой неделе еще до Нового года попробую по несколько штук посеять и посмотреть. И также, конечно же, я все сейчас это уберу в холодильник. Значит, заказала я питуньи. Вот, говорили мне, что плохо показываю. Вот, пожалуйста, все можно посмотреть. Я, кстати, оставлю ссылку на этот магазин. Там, так сказать, страниц немного. Буквально за час вы можете все просмотреть. И также, нажимая на картинку, все почитать вот с этой стороны. Поэтому и весь ассортимент. Много занимать времени не буду. Значит, вот питуньи. Вот такая вот красота. В основном все это ампельные у меня. Мини-питунья сливовая, супер каскадная. Вообще, прелесть вот какая. Посмотрите. Лиловая. Вельвет. Супер каскад. Ну, вообще, прелесть, прелесть. Я так расстроилась, конечно. Ну, опыт есть опыт, что надо думать. В общем, все семена у меня, все высохло. Все высохло. Вообще, схожесть была, ну, просто. Хотя, это совершенно не из-за грунта. Потому что то, что мне прислала Светлана, тоже подписчица моя, росыпью самосбора семена питуньи, они все зашли щеточкой. Буду рассказывать про подкормки. Я покажу их. Вот, посмотрите, вообще, какая красота. Вообще. Так, черри тайфун. Ну, в общем, просто, вы знаете, даже сами пакеты так настроение улучшают. Сейчас уже все. День пошел на плюс по времени. Светло. А та, так вообще темень была здесь у нас в Ленинградской области. То есть, в 12 расцветет и в 3 уже темно. Вот, ампельная изи вейв. И вот такая вот бургундия. Это по питуньям. Друзья мои, хелат железа взяла. Такая хорошая упаковка от хлороза на листьев. Он идет как корневая, так и некорневая подкормки. Обязательно нужно. Так. Ну, быстренько, быстренько покажу, кому интересно, друзья мои. Смотрим, кому нет, можем отключаться. Посмотрите, какая виола ампельная. Янтарный водопад. Вообще прелесть просто. Господи, дай бог бы, чтобы у меня получилось. Хоть бы одна растюшечка у меня взошла бы. Пенни. Он какая прелесть, прелесть, прелесть. Цинни низкорослые взяла. Как же без них? Вроде как бы и надо, не надо, как говорят китайцы. Но не могу мимо цинни пройти. Он красотки. Тунбергия крылатая. Тоже мне понравилась очень на картинках. Но вот у Светочки только одного вида. Она, друзья мои, до двух метров. Вот такие вот цветочки будут обязательно посеять. Посмотрим. Ну, циринарию. Цинерарию. Вот опять не выговорила. Так. Очень, конечно, меня заинтересовала беларгония. Вот тоже буду пробовать. Я купила вегетативку. Беларгонии стоят у меня. Нарастают. Но хочу еще и посеять. Такая в прошлом году такую сеяла белую. Она у меня растет. Я ее сейчас начеренковала тоже. Вот. Вот такие вот. Вот такие. Так. Бегония. Бегония. Посмотрите, какой лист. Какой лист у нее. Красота. Просто грифон. Вот сейчас вот опять с понедельника займусь. У нас как раз еще последние дни растущей луны. Вот. Попробую по одной штучке еще посеять. В общем, короче, друзья мои, сею каждый день. Посмотрите. Иллюминейшн. Клубневая, ампельная. И фанки пинг. Ну, вот они. Вот они, значит, и у стомки. Тоже я их завтра обязательно посею. Вот. Ну, вот будем смотреть. Мне кажется, я сама во всем виновата. Потому что из тех же пакетов в прошлом году 100% было всхожесть. А в этом году, ну, от силы процентов 20. И 30. И те, так сказать, никак не могут выжить. Бакопа. Красотка. Ну, мелкие цветочки я очень люблю. Вот. Лабелия. Бакопа. Ну, Бакопа не выращивала еще. Калибраху. А Калибраху в этом году уже под конец сообразила. Вы знаете, срезала все веточки и причеренковала. Получилось у меня. Стоят, набирают массу. Тоже желтенькая и сиреневая. Вот красная никак не получается вырастить. Вот она. Лагер стремия. Попробую. Вы посмотрите вот так поближе. Вот какое должно получиться деревце домашнее. Ну, может быть, получится. Ну, 40 рублей стоит пакетик. Поэтому будем пробовать. Также для себя взяла, ну, вот этот Флейм Стар. Капуста цветная, желтенькая. Очень вкусный был сыр этот апельсиновый в этом году. Вкуснятина выросла. Два урожая я собрала. Капусты брокколи. Вот тоже взяла их. Потому что их, знаете, немного по 15 штук. Но хотя и вот этого хватит. Ну, и савойская пирожковая даже говорить нечего. Вкуснятина. Только-только мы ее доели. Вот. Ну, и вот это, друзья мои, такой вот наборчик. Это меня попросили из Прибалтики. Девчонки. Вот буду сейчас после праздников отсылать. Что же я им взяла. Это попросила одна девушка. Вот. Немножечко. То есть огурцов, перцев и томатиков. Вот я и выбрала на свое усмотрение. Это Маматара Голд. Вот тоже меня спрашивали в комментариях, где покупаем Мэш Юай. Пожалуйста. Вот он присутствует в интернет-магазине семенафорум.ру. Ну, Пинкуникум. Тут это прекрасные вкусные томаты урожайные. Вот. Ред Пар в этом году просто поразил своей урожайностью. Ну, такой красный вкус нормальный. Естественно, что огромное количество с куста прекрасно идет на переработку. Вот такое Рекиута. Вот такой вот ребристый красавец. Ругантина. Ну, конечно же, Сара. Я тоже сестра просто в восторге от него в этом году. Ну, мне понравился. Понравился. Но я люблю больше розовые. Фэнда. Сладенькие. Очень хорошие. Такой без кислинки. Черри Ликопа. Совершенно устойчив к кладоспариозу. В прошлом году в такой теплице стоял кладоспариозный. Вообще ни одного листа не была поражена. Очень вкусные. Так, и огурчики это взяла Адам. Света очень хвалит его. Тоже пусть пробует. Это мой любимец Гунар. Сегодня банку открыли. Соленых огурцов. Обалденный. Такой крепенький. Очень вкусный. Трилоджи. Окурчик тоже мой любимый. Очень урожайный. И по перцам. Это Бланчино. Клаудио. Магна. Очень сладкие. Вкусные. Друзья мои. Колокольчик. Кто еще не посеял колокольчик. Сеем срочно. Потому что вот он у меня уже какой. Хорошенький колокольчик. Это из первой партии. Я их еще посеяла. Потому что мы их будем формировать. Посейте хотя бы у кого есть желание и время. У кого стоит и у стома. Там лампы уже работают. Посейте пару штук. Попробуйте тоже. Я думаю, что вам понравится эта идея. С формировкой вот именно горьких перцев. Так что вот тоже ей отправлю. Так. Перец Помпео. Вообще потрясающий. Просто был по урожайности. И Риалто. Очень вкусный. Вот Риалто вкусный желтый. Помпео, кстати, тоже. Но Семета у меня был до 400 с лишним грамм. Вот такая вот, друзья мои, посылочка. Это не все. А! Самое главное. Самое главное. Это у нас агат. Там появился. Вот в таких вот шприцах. Сейчас мы их откроем и посмотрим. О! Друзья мои, посмотрите. Вот это да! Вот это я понимаю. Что там фитюлечки такие. И вы знаете, в общем-то, я смотрю, не жидкий, не переливается как-то в этих маленьких. Вот 20 миллилитров. Очень удачная покупка. Сейчас как раз нам все это нужно будет. Вот появились такие вот шприцы. Так, если есть вопросы, друзья мои, спрашивайте. Шикарная посылка. Просто вообще замечательные цветочки. Работа предстоит большая. Это не все. Все-таки у нас предновогодние такие дни. И мои девчонки, подружки, с кем я подружилась здесь на канале у себя, конечно, поздравили меня с Новым годом. На этой неделе я получила подарок от Надежды. Надя живет в Волжске. Сейчас мы немножко отодвинем здесь. Вот. Ну, она мне посылочку, конечно, большую прислала. Такую я все показывать не буду. Вот такая вот жутовая мочалка. Живое крымское мыло. Вот прелесть конфетки. Больше всего мне, знаете, что понравилось? Друзья мои, посмотрите, какая прелесть. Это, вот видите, совочек. И вот такая вот леечка. Это у нас мыло. Мыло Надя сама делает. Ну, вообще прелесть просто. Также, значит, ну, всякие мелочи. Вообще конфеты тоже осмотрю. Такие очень интересные конфетки. Надюш, спасибо огромное. Варежки она мне связала по лесам бегать. Вот такие вот пушистые, тепленькие варежки. Также такие теплые следочки гулять. И еще она мне прислала семена, семена перцев, перцев. Мини перцы всякие вот тут. Но меня очень интересовал перец Леся. Она мне показывала фотографии. Друзья мои, вообще очень интересный перец. Сладкий. Там практически нет семенной камеры. Это, по-моему, молдавский, что ли. Ну, в общем, не знаю, или с Украины. Не буду говорить. Но вот его я обязательно хочу посадить. Ну, и здесь всякие тут интересные перцы. Надя занимается рукоделием. Умница. В общем, просто куча эмоций. Хоть и, сами знаете, год был очень тяжелый такой. И все равно мы ищем положительные эмоции. И, так сказать, себя как-то подбадриваем. И своих знакомых, и близких, и друзей. И сегодня я тоже получила посылочку. А Ольга, подруга, с Санкт-Петербурга. Олюшка снабжает нас вот чаем тоже. Вообще вот такой вот китайский чай. Я, конечно, раньше летала туда, сама привозила постоянно чаи. Но вот сейчас вот раз вот и подружились с Ольгой. Вот такой вот чай. Черный-красный чай. Ну, очень-очень вкусный просто. Вот, это ж хватит на сколько. Вот такая вот бычок красота. Идет бычок, качается полотенчика. Удивительное такое качество. Вообще, даже не знаю, такого не видела. Ну, им жалко вытирать руки. Конечно, где-то я его повешу. Все-таки год быка. Кстати, наш год с Налюшей. Он будет праздновать мой юбилей. Вот, ну, вкусности, это уж я не говорю. Тут в шоколадной глазуре орешки. Вот эти мне очень нравятся. Мультизлаковые конфеты. Очень вкусные. Кто увидит, прям просто замечательные. Манго. Ну, что вы, с голоду не умрем. Теперь сейчас чувствую. Вот, и вот такой вот пакет она мне прислала семян, друзья мои. Ну, тоже, видите, это ж мы, как глаза-то заведущие, руки загребущие. И все, и хапаем, и хапаем. Ну, вот результатом. Потом на следующий год пролежала. А уже на третий год уже, конечно, раздаем. Что тут только нету. Вообще, вообще, такие семена есть. Замечательные, прекрасные. В общем, ну, вот это я поделю на двух человек. И у меня есть, не знаю, не назовешь. Ну, в общем, короче, подписчицы, которым не сладко приходится. И, в общем, у них есть желание получить вот хорошие такие вот семена. Вот после праздника я им отправлю. Ну, вот, друзья мои, такими положительными эмоциями я с вами поделилась. Спасибо вам за добрые слова. Всем хорошего, хороших, хорошей следующей недели. Она такая будет, может быть, суетная и предновогодняя. Ну, поздравления у нас еще предстоят впереди. Всем спасибо. До свидания.